Андрей Николаевич, у меня последний вопрос. Скажите, что вы не поделили с Станиславом Белковским? Что случилось? Я ничего не делил со Станиславом Александровичем, но Станислав Александрович с некоторого момента, с конца декабря прошлого года, стал внезапно обращать внимание на мои комментарии, посвященные анализу того, как Владимир Путин пришел к власти. Как он был выбран, конкретно Валентином Борисовичем Юмашевым в качестве наследника президента Ельцина. Дело в том, что, как выяснилось, разбирая биографию Валентина Борисовича Юмашева, обнаружилось огромное количество событий, которые показывают, что Валентин Борисович поддерживал очень тесные связи с сотрудниками Комитета государственной безопасности. Таких примеров немало. И я говорил об этом в течение всего прошлого года. Станислав Александрович не обращал на это внимания никакого, пока внезапно, в конце декабря, он стал чуть ли не в каждой своей передаче обращать на это внимание и пытаться высмеивать, якобы, с его точки зрения, несуществующую связь между Валентином Юмашевым и Комитетом государственной безопасности. Как говорил, так точнее учил нас Штирлец, агент прокалывается в мелочах. Станислав Александрович очень постарался опровергнуть связь между Валентином Юмашевым и Комитетом государственной безопасности. Поэтому он постоянно говорит о том, что Валентин Юмашев стал убирать снег на даче Лидии Корнеевной-Чуковской в 12 лет. Это он сделал, в частности, и в разговоре с вами несколько недель тому назад. Нетрудно было бы заглянуть даже в Википедию, чтобы убедиться, что Валентину Борисовичу в тот момент было 16 лет, а не 12. Причем на эту ошибку его неоднократно, его внимание неоднократно обратили и показали это. Но он продолжает настаивать на свои ошибки. Спрашивает, зачем он пытается высменить, подвергнуть сомнению эту связь. Оказывается, такой метод Станислав Александрович использует не в первый раз. Еще в 2003 году он подготовил доклад про так называемый заговор олигархов. Якобы российские олигархи пытаются захватить власть в России, а главой этого олигархического заговора является Михаил Борисович Ходорковский. Не прошло и трех недель, как соратник Михаила Борисовича был арестован, а затем через несколько месяцев был арестован и сам Михаил Борисович. ЮКОС был отнят и отдан господину Сечину. Но спрашивает интересно, почему к записке Станислава Александровича Белковского буквально через три недели обратили на нее такое внимание Владимир Владимирович Путин, Игорь Иванович Сечин, Николай Платонович Патрушев и другие работники Федеральной службы безопасности. Несколько лет спустя Станислав Александрович сказал о том, что он не хотел такой судьбы для Михаила Борисовича. Он говорит, нет, я, конечно, не имел в виду, что ему нужно было дать 13,5 лет. Станислав Александрович не пояснил, сколько лет надо было дать Михаилу Борисовичу. Но он сказал о том, что он объяснил. Просто подвернулось дело, и он заработал свои полторы копейки. Потом аналогичная схема была применена по отношению к убийству Александра Литвиненко, когда Станислав Александрович настаивал, что организатором убийства Александра Литвиненко был Бадрий Патрикацешвили, но не Федеральная служба безопасности. В разговоре буквально с вами, опять-таки, несколько недель тому назад, Станислав Александрович стал высмеивать работу Владимира Попова, которую на сайте Гордон публикуют уже несколько месяцев и показывают плотное проникновение Комитета государственной безопасности в разные поры советского общества. Какие люди так или иначе оказывались либо агентами, либо сотрудниками, либо информаторами Комитета. Станислав Александрович высмеивает это, показывая, якобы, это несущественно. Аналогичная ситуация касается и Валентина Борисовича Юмашева, и в моем случае. Аналогичный же подход демонстрирует Станислав Александрович и по отношению к убийству Бориса Немцова, пытаясь перевести стрелки с тех, кто действительно принимал участие в убийстве Немцова, а это сотрудники спецслужб, на чеченцев. И он пытается это переиграть таким образом, что, мол, якобы кто-то пытается оправдать или поддержать Рамзана Кадырова или чеченцев. Мы видим, что за последние уже 17 лет, как минимум, Станислав Александрович последовательно занимается одним и тем же. Он пытается всюду, где возможно, оправдать сотрудников Комитета государственной безопасности и Федеральной службы безопасности, перевести стрелки, высмеять тех людей, кто обращает внимание на проникновение Комитета и службы в поры советского и российского общества. Делает это он замечательно, творчески, креативно, с огоньком, с улыбкой, с шуточкой, но никогда не забывает об этом делать. Делает он во всех возможных случаях и в своей передаче на «Ехо Москвы», и в интервью, которое он дает разным уважаемым людям, включая и вас, но свою линию он никогда не забывает. Станислав Александрович очень креативный, очень талантливый человек в своем деле, в защите КГБ и Федеральной службы безопасности. Андрей Николаевич, я внимательно вас выслушал, видите, ни разу даже не перебил. Я думаю, что если у Станислава возникнут какие-то по этому поводу мысли, то мы ему дадим слово, и он сможет что-то сказать. Логично, правда? Конечно. Конечно.